Привет! Это эпизод из первого сезона подкаста «Отвечают сирийские мистики». Он выходил в 2020 году. Сейчас выходит второй сезон подкаста, который доступен в приложении Радио Арзамас только по подписке. Для самых преданных слушателей сирийских мистиков у нас есть хорошая новость. Первые 300 человек могут получить подписку со скидкой. Для этого нужно перейти по ссылке arzamas.academy.com и ввести промокод ISAAC. Тем слушателям, которым будет это интересно, открыть для себя оригинальные тексты сирийских мистиков, я предложил бы начать читать книгу Роберо Бюле. Подожди, Сахар. Можно получить шоколадку? Шоколадку? Когда ты покушаешь, можно получить кусочек шоколадки, да. Это это. Ну, сперва прочитай. Роберо Бюле. Я? Сахар, я пошутил, меня обижаете. Здравствуйте. Своим подкастом отвечают сирийские мистики. И мы его ведущие. Филипп Дзитко, главный редактор проекта Arzamas. И Максим Калинин, шеф-редактор проекта Познания, руководитель семинара «Сирийские мистики» в лаборатории ненужных вещей. Здравствуйте. Максим, удивительное событие. Одна наша слушательница написала комментарий и рассказала, что мы доведем ее до того, что она пойдет искать в своей библиотеке сочинения Исаака Сирина. Серьезная заявка на успех. Что думаете? Да, я думаю, что если слушатели захотят обратиться к самим текстам, то наша цель будет достигнута. Мы забыли сказать главное. Что здесь вообще происходит? А происходит здесь следующее. Мы с Максимом Калининым встречаемся, чтобы рассказать об удивительной культуре, о культуре христианских мудрецов, которые жили тысячу и даже полторы тысячи лет тому назад где-то на территории Ближнего Востока, жили в пустыне, жили среди скал и оставили огромное количество совершенно невероятных текстов, о которых мы с Максимом здесь разговариваем. Потому что, среди прочего, эти тексты могут и нас сегодняшних чему-то научить и ответить на наши сегодняшние вопросы. Ваш монолог, Филипп, меня побуждает к двум репликам, к нашему традиционному дисклеймеру, что надлежит быть осторожным с использованием опыта сирийских мистиков в домашних условиях. И второй момент – это то, что это огромное количество сочинений, о котором вы упомянули, и оно, правда, огромное, остается часто неизданным, не переведенным, и более того, любой человек, который начинает работать даже с копиями рукописей, обречен на то, чтобы найти что-то новое. Так что здесь предстоит еще большая работа, и, я думаю, много радостей по поводу открытий новых. Да, Максим, а есть еще одно письмо от наших слушателей, всегда мечтал сказать эту фразу, оно такое. Как сирийские мистики отвечают на вопрос того, что ты постоянно что-то делаешь, а толку не видишь? Как пережить бессмысленный труд? Мне кажется, что этот вопрос вообще всегда важен и всем понятен, а в нынешних обстоятельствах становится каким-то особенно острым, как говорится в одной песне, сколько можно этот камень вверх толкать. Смысла иногда ты не видишь в этом, особенно в карантине за последние полтора месяца кто-то успел выучить корейский язык, кто-то язык программирования, кто-то сделал 20 тысяч проектов. Я вот только проснулся, а уже спать пора. Скажите, для наших героев, которые уходили из мира, которые жили в пустыне или среди скал, вообще важен этот план разговора, им вообще важен успех? И с другой стороны, как они отвечали на вопрос, как пережить ощущение, что твой труд бессмысленен? С одной стороны, одно из самых частых слов в тексте сирийских мистиков это слово «кашира», которое означает «успешный». И есть еще глагол сирийский «эцталах», который тоже означает «преуспевать» в том числе. С другой стороны, сирийские мистики уходили от рутины жизни этого мира для того, чтобы обрести внутреннюю свободу. В то же время, уходя из этого мира, они испытывали некоторые сомнения, а ведь в мире-то есть какие-то удовольствия, и эти сомнения очень хорошо описывает Иосиф Хазайя. Чувство молодого человека, который решился стать монахом, который даже еще не стал послушником в монастыре, который еще живет в миру. И довольно колоритно Иосиф Хазайя описывает его сомнения. Ему внушает, значит, сатана такую мысль, как это описывает Иосиф. «Смотри, вот сегодня ты знатен, владеешь большим имением, у тебя есть слава и власть, а если хочешь творить дела благочестия, легко тебе это сделать и в миру. Оставайся в миру, живи там праведно, как и прежние праведники, которые наследовали этот мир. Делай дела благочестия, мира не оставляй». Не знаю, на свой ли опыт опирается Иосиф Хазайя или не на свой, потому что сохранившееся жизнеописание говорит о нем, что сам он был сыном зарастрийского жреца, которого несколько раз перепродавали в рабство. Но, видимо, были такие примеры, видимо, были люди богатые, из богатых семей, которые уходили в монастырь. Но вот он описывает сомнения, которые человек переживает. Поэтому, с одной стороны, представление о внутренней свободе и о каком-то успехе, который они достигают на этом пути. С другой стороны, оставление всего, всех удовольствий и всей карьерной лестницы, которая была возможна в аббасидском халифате. Максим, поскольку мы говорим о людях, которые во многом определили следующее движение богословской мысли и вообще христианской культуры, тут я не очень понимаю, потому что в разных христианских традициях есть свой взгляд на успех. То есть это всегда разнообразный взгляд. Скажем, в протестантизме тот, кто успешен в миру, тот, кто успешен в своих делах, тот становится и ближе к Богу. А православие, если сильно утрировать, совсем иначе на это смотрят. И православная традиция ключевой фразой становится, это очень сложная для понимания фраза, «блаженный нищий духом». Да и в православной традиции, если брать историческую традицию, не всё просто, потому что люди богатые занимали значительное положение в традиционной церкви, как мы это видим уже с новозаветного корпуса. Скажем, автор послания Иакова из Нового Завета рассуждает об общинах, в которых человеку с перстнем, имеющую какие-то полномочия, имеющему имущество, уделяется особое значение. Да и сейчас архиереям православной церкви, я думаю, пришлось бы выкручиваться перед спонсорами, если бы понадобилось ответить на вопрос, пройдёт ли богатый сквозь игольные уши или не пройдёт. И много разных толкований предлагалось для этого изречения, что там игольные уши – это ворота в Иерусалиме. Но вот тот же Осип Хазай понимает совершенно буквально это изречение. Поэтому, с одной стороны, мы видим призыв к нищете, с другой стороны, мы понимаем, что поддержка вельмож, поддержка купцов, она всегда была важна, и идеал благотворительности тоже имеет большое значение. То есть, здесь тоже такой сложный микс получается у нас. Это фраза «блаженные нищие», она у евангелиста Матфея появляется, да? Вот вы сейчас эту фразу в двух редакциях произнесли. «Блаженные нищие духом» – это фраза евангелиста Матфея, а «блаженные нищие» – это фраза евангелиста Луки. И это известная проблема, проблема так называемой нагорной проповеди и равнинной речи. Потому что два евангелиста приводят похожие изречения Иисуса Христа. Согласно Матфею, Иисус произносит их на горе, а согласно Луке, он произносит их на ровном месте, на некой равнине. И опять же, были попытки это объединить и сказать, что на горе была какая-то ровная площадка, на которой Иисус разместился. Но, скажем, «блаженный Августин» утверждал, что это просто две разных речи, которые были произнесены в разных обстоятельствах. Но вот современная библейская наука, университетская, в современной библейской академической науке преобладающим мнением является то, что оба автора двух евангелий привели в разных вариантах одно и то же изречение Иисуса. И что Иисус говорил именно блаженные нищие, имея в виду людей социально обездоленных и страждущих. И он возвещал наступление скорой эсхатологической эпохи скорого конца света, в котором вся ситуация изменится. А евангелист Матфей, который изречение Иисуса адаптировал для своей общины, и, скажем, Ульрих Луц предполагал, что эта община находилась в Сирии, кстати говоря, он вот эти заповеди Христа придает им духовное измерение, а не буквальное материальное. Он говорит блаженные нищие духом, добавляя слово духом и создавая сложную для интерпретации фразу, потому что кто такие нищие духом, мне вполне ясно с первого раза. Он добавляет туда новые заповеди блаженства, опираясь на тексты пророков. Он устраняет фразу «напротив горе вам богатые» или «горе вам смеющиеся ныне» и создает идеал, которому мог следовать любой человек, независимо от своего имущественного положения. То есть получается, что в зависимости от того, читаешь ты Луку или Матфея, ты по-разному трактуешь очень-очень важное место в Евангелии. Ну, текст в принципе не существует вне интерпретации, и мне очень нравится мысль о том, что ранние христиане блестяще донесли свое известие разным целевым аудиториям, не имея еще представления о целевой аудитории, вот не будучи знакомыми с информационными технологиями, они создали несколько версий жизни Иисуса Христа, из которых изложения Матфея, Марка и Луки очень похоже, то есть это три очень близкие по составу Евангелия, их называют синаптическими, при этом рассчитаны на совершенно разную аудиторию. Матфей писал для еврейской аудитории, даже если община была в Сирии, то, судя по всему, в этой общине был конфликт между иудейским типом благочестия и новым христианским типом благочестия. И Матфей подчеркивает, что Христос учил с горы, произносит девять заповедей блаженства и десятую завершающую, как десять заповедей дает заново. Ну и так дальше. Матфей явно доносит весть для аудитории, которые понятны категории мышления иудаизма. Марк, который считается самым, Евангелие которого считает самым ранним из них, обращается к аудитории языческой, судя по всему. К неподготовленной. Лука тоже обращается к языческой аудитории, при этом и другое общение с другими интересами. Он выстраивает свое Евангелие, опираясь на литературный канон поздней античности, проводит параллели между Евангелием от Луки и медицинскими трактатами, при этом он подчеркивает универсальность вести Иисуса. То есть они по-разному одну и ту же весть доносили для разных аудиторий. А у вас какое самое любимое, так можно спросить? Мое самое любимое Евангелие, пожалуй, от Матфея. Вот он столько там подтекстов вгружает, столько символизма, что как-то вот я не могу перед этим устоять. Я думаю, что вы ответите от Иоанна, оно как раз самое сложное, пожалуй. Да, знаете, от Иоанна самое мистичное, самое мистичное Евангелие, Евангелие от Иоанна и послание Иоанна, это пример ранее христианской мистики, это настоящие мистические произведения Древней Церкви. С другой стороны, Марк меня поражает своей безыскусностью, своей простотой, и считается, что этот опыт был использован авторами Евангелия Матфея и Луки, что они именно на Евангелие от Марка опирались, согласно вот так называемой теории двух источников, наиволе популярной. И вот если уж мы говорим об успехе сегодня, смотрите, как получается, Марк написал, вероятно, Евангелие первое из трех синоптических. А что значит синоптические? Давайте поясним. Синоптики, то есть смотрящие в одну сторону, так назвали три Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки, потому что у них очень много общего, то есть это три довольно близкие друг к другу версии одних и тех же событий. И отсюда возник вопрос, как они возникли, как они соотносятся между собой. Синоптики. Да, то есть синоптики не те, кто предсказывает погоду, а те, кто похожим образом говорят о Христе, кто смотрит в одну сторону. Синоптики белых стыдливых ночей, сумевшие выжить на лютом морозе, вы сделали нас чуть теплей, чуть светлей, мы стали подвижней в оттаявших позах. Вы сделали нас чуть теплее, чуть светлей, синоптики белых стыдливых ночей. А, прекрасно, да. Знаете, если Вячеслав Геннадьевич Бутусов загадал мне загадку, то мы, решая ее по образцу древних толкователей и связываясь с тем, что нас волнует, можем сказать, что речь идет о синоптиках-евангелистах. Вселяя надежду в нас, вдыхая любовь. Да, тем более. Какая надежда в вас, какая любовь, без песен, без праздников, без жестов, без слов. Ну вот если говорить об успехе, то смотрите, Марк, допустим, если мы примем теорию двух источников, он первый написал это изложение версии Иисуса. Самое безыскусное, когда Матфей создал свою версию, его блестящая версия, даже тем, кто не понимает еврейского подтекста Иван Глядт Матфея, все равно она очень сильно впечатляет, она затмила собой Марка. И версия Луки затмила собой Марка. И вот если мы говорим об успехе, то уже во втором веке Папий Иерапольский, христианский автор, о котором мы мало что знаем, но которому приписывается первое свидетельство об авторстве и датировке Евангелий, он уже оправдывается за Марка, что вот он такой безыскусный, такой грубоватый. Он говорит, что Марк слушал Петра, и его изречение расположил не в их историческом порядке. То есть, как будто бы приходится ему оправдываться, что вот Марк, он такой немножко неполноценный на фоне Матфея и Луки. Но когда в 19 веке возникла гипотеза о том, что Марк был первым, и когда эта гипотеза стала доминирующим, ну и само по себе Евангелие от Марка, его богословие становится очень предметом многочисленных изысканий. То есть, Марк через 19 веков после своей жизни, кто бы ни стоял за Евангелем от Марка, превращается в самого успешного литератора за всю историю европейской литературы христианской эры. Потрясающе. Ну, сам он, не знаю, был бы счастлив, не был бы счастлив знать, что это случится так, но совершенно неожиданная судьба, не правда ли? Абсолютно. Вот он был в тени в христианской традиции. Максим, ну тут как раз встает этот вопрос, был бы рад или нет. Мистики, которые уходят в добровольный карантин, для них этот план успешности, популярности, он вообще существует, и как они к нему относятся, как к соблазну или нет. Если ты пишешь бесконечное количество трудов, ты предполагаешь, что их кто-то прочитает, и ты хочешь, чтобы их прочитали многие люди, и ты хочешь, чтобы они славили твое имя? Как это у них устроено? Знаете, один мой коллега иронизировал насчет исихастов, то есть безмолвников, которые написали тома о своем безмолвии, но сами мистики говорили, что они не могут не писать, то есть их переполняет радость внутренняя, им хочется ее высказать. Поэтому они писали и при этом часто советовали или просили не показывать их тексты широкому кругу читателей. Скажем, Иоанн Дальяцкий, например, его брат в предисловии к книге беседы Иоанн Дальяцкого пишет, что сам Иоанн не рассчитывал, что его будет читать кто-то, кроме брата. И брат, получается, распространил его сочинение. Но есть два предисловия. Одно предисловие самого Иоанна, а другое предисловие его брата. Так вот, в своем предисловии Иоанн говорит, что он написал эту книгу под действием, даже под давлением Святого Духа, что он чувствовал себя не в силах ее окончить, но Бог его приободрил. То есть, получается, что Иоанн, когда писал, имел в виду внутреннюю потребность выразить свои переживания и даже прямое повеление, которое он как мистик чувствовал к тому, чтобы это сделать. Из второго предисловия, которое принадлежит его брату, следует, что эту книгу он писал специально для него. То есть, для одного только брата, не имея в виду широкую аудиторию. У меня есть схожая история про брата и про успех. Некоторое время тому назад, уже довольно давно, лет 10 назад, что ли, я с моими братьями вел программу на телеканале «Дождь», и в какой-то момент эта программа стала популярной нас начали узнавать на улицах. Однажды я сел в такси, и таксист, когда уже я доехал до редакции, говорит, да не надо ничего платить, я тебя узнал, ты просто, ну, молочина. Слушай, спасибо тебе за твою работу. Тихон, ты лучший. В этот момент, с одной стороны, я обрадовался, что не надо было платить себе такси, с другой стороны, я почувствовал всю тщету сущего. Тихон – это мой младший брат, который все считают, что он у меня старше, но сейчас не об этом. Меня-то зовут Филипп, хотел я прикричать таксисту, но он уже умчался в свою токсичную даль. С Иоанном и братом, возможно, похожая чем-то получилась история, потому что мы знаем имя Иоанна Дальяцкого, мы не помним имя брата, хотя именно благодаря брату эти тексты до нас и дошли. Обычная история. Да, причем самый Андальяцкий, когда писал своему брату, часто подписывался свиньей, как мы, кажется, уже упоминали где-то, но вот имя Иоанна мы знаем, а имя брата, вот даже, когда мы делали 10 советов по самоизоляции для Арзамаса, и я привел там слова брата как раз Иоанна Дальяцкого, пришлось подписать его как анонимного сирийского монаха 8 века. Вот такая историческая несправедливость, я бы сказал. А если все-таки говорить про мистиков, которые к успеху не стремились, в итоге за эту книгу Иоанна Дальяцкого посмертно осудили на упоминавшегося нам соборе католикоса Тимотеоса. И случилось это благодаря трем весьма успешным как раз-таки по мирским меркам людям. Ефрем, глава кафедры Элама, Раббан Моисей, учитель и, вероятно, основатель школы, и Абунух, который был секретарем правителя Моссула, то есть был важным чиновником в басидском халифате, потом стал секретарем католикоса Тимотеоса, то есть это были люди успешные и по церковным, по светским меркам, и когда они нашли тексты Андальяцкого, когда они видели, видимо, что монахи на территориях, которым они имели отношения, их считают, они представили относу Тимотеоса и посмертно они отлучили Иоанна Дальяцкого и Иосифа Хазаю. И вот здесь мы видим два образа успеха. С одной стороны, сирийские мистики, которых все читают, они просят это не передавать, они даже использовали тайнопись, там числовую и другого рода, чтобы не всем были понятны их тексты. С другой стороны, мы видим успешных людей, сделавших церковную и светскую карьеру, которые таки видят, как все это читают и стремятся их задавить, но и то задавить им не удается, эти тексты продолжают переписываться в дальнейшем. Один из первых исследователей жизни Иосифа Хазаи, Черри, автор такой первой обстоятельной биографии, он даже говорит, ну, католикосу Тимотеусу было обидно, он-то был всего лишь католикос Тимотеус, а тут какой-то Иосиф с каких-то там гор на севере получил прозвание Хазаи, то есть прозорливец. Ну, вот он так иронически заметил это, но может быть и без некоторого основания. Католикос Тимотеус должен был отстаивать свою церковь, и по этой же причине он, вероятно, и это был один из факторов, который спровоцировал его осуждение мистиков, потому что сами мистики в своих сочинениях высказывали мысли, которые могли смутить благочестивого мусульманина. Поэтому мистикам в свою очередь приходило зашифровывать свои тексты иногда, чтобы внешне не могли придраться к ним. Вот, вот это суперинтересно, про тайнопись, можете подробнее рассказать? Вот мы сейчас на семинаре в лаборатории ненужных вещей читаем Афнимарана, старшего современника Исаака Сирина, вот у него появляются загадки, но возникает впечатление, что он писал для обучения своих учеников. Мы эти загадки разбираем с участниками семинара, и в них вроде бы нет в основном ничего такого, что могло бы смутить какого бы то ни было официального богослова Церкви Востока. Но вот Иосиф Хазайя и Андальяцкий, причем Андальяцкий был духовным внуком Афнимарана как раз, они уже, видимо, сознательно подключают шифры, которые понятны только своим. По крайней мере, Иосиф Хазайя прямо пишет, что есть вещи, которые непосвященным не должны быть доступны. Но вот приведу пример такого рода зашифрованных посланий из глав о ведении Иосифа Хазая. «Сердце монаха есть сад Эдемский, из которого источается источник жизни и орошает 4 и 5, и в нем возрастают и просветляются 3 и 10». Похоже, на чей-то секретный телефон. О чем идет речь, Максим? Ну, почти, да. К счастью, на такие вещи находились в комментарии. Есть вот еще один такой сирийский мистик, о котором мы не знаем, когда он жил, только знаем, что раньше 13 века, Афрем Киркесион. И он написал комментарий на эти главы. И вот он говорит, что число 4 обозначает тело, которое состоит из четырех стихий. Но это как раз тривиально. То есть, скажем, у Евагрия Пантийского тоже такого рода есть символизм. Да, это понятно. Дальше. Пять, по его мнению, это пять чувств человека. Три, а вот с тремя уже не так-то просто. Три хочется думать про троицу, да, ну, видимо, такая самая широкая ассоциация. Но три, это три части души, разумная, яростная и желательная. А десять, это совокупность телесных и умных чувств человека. Потому что мистики говорили, что опыт мистический воспринимается особыми внутренними чувствами, которые они обозначали как чувство ума. Ну, так вот, по мнению Ефрема Киркесиона речь идет о том, что и материальные, и душевные, и духовные составляющие человека просвещаются тем светом, который выходит из сердца мистика, когда это сердце в нем открывается. А ваша работа, ваша работа, Максим, прошу прощения за отступление, заключается, среди прочего, и в разгадывании этих загадок тысячелетней давности, получается, так? В том числе, да. Да, вот к вопросу о том, кто чем занимается, нормальным делом или ненормальным, стал бы, мог бы стать нормальным человеком, да, мог бы стать газовиком, как мама мечтала, а вот разгадываю. Ладно, не будем об этом, не будем. Надеюсь, мама не обидится. Да, надеюсь, мама не обидится. У моей мамы тоже более другие несколько планы. Давайте сейчас, кажется, самое время вернуться к вопросу нашего читателя, который, я сейчас как никогда чувствую его боль. Напомню, что он спрашивал, он спрашивал, как пережить бессмысленный труд, как наши герои переживают бессмысленный труд, как эти люди справлялись с тем, что знакомо нам всем, когда, как говорится, в еще одной важной для нас с вами песне, группы Джокер Джеймс, когда смерть каждый день так близко, когда все предлагают свои правила жизни, когда такой успешный католикос Тимотеус, и как с этим они справлялись, как они справлялись с бессмысленным трудом и с наблюдением за чужим успехом? Ну, может быть, они и не наблюдали, Исаак Селлинж вообще советовал не читать того, что начнет будоражить твои чувства, чтобы не потерять то сокровище, которое внутри тебя. Если уж вы процитировали песню нашего дорогого коллеги, она же имеет продолжение. Смерть каждый день так близко, а ты где-то далеко. Смерть каждый день так близко, а ты где-то далеко. То есть, они-то как раз вырывались из мельницы этого мира, чтобы вырваться из той среды, где смерть определяет все. Ну, Федор Мопсоистийский, авторитет очень важный для всей этой традиции, для мистической и для ассоциальной церкви Востока, говорит, что поступки людей определяются давлением неизбежной смерти. А Христос, он говорит, освободил людей от страха смерти. Они вырвались из этого круга. Но в их жизни, если мы почитаем источники исторические, правда, было очень много рутинного труда. Однообразного, рутинного, особенно со стороны так могло показаться. Да, вот человек не выходит годами из своей кельи или он живет в горах годами. Какой выход они находили? И вот здесь я бы вспомнил очередной раз, что свое делание мистики назвали торговлей, так гурта. Мы об этом говорили в начале в первом подкасте. И этот образ связан с притчей о жемчужине, с евангельской притчей о купце, который продает все, что он имеет, чтобы купить драгоценную жемчужину, которую он обрел. То есть все ради одного, но потому что это единственное будет самым ценным. И вот они, помимо того, что у них было это представление, что они продали все, но нашли что-то большее, у них были и другие торговые навыки. У них было представление о том, что, как сказала одна коллега, современная цивилизация заточена на результат. У них было представление о результате, и что у любой, любого действия должна быть своя цель. И если угодно, да простят меня коллеги за пижонство, у любого действия должен быть свой KPI и способы оценить достижение того или иного результата. Что я имею в виду? У них было понятие развлечения, по-сирийски пуршана, или еще есть слово парашута, способность различать. Мой коллега сказал, что какие-то ассоциации с ВДВ возникают при слове парашута. Глагол праш означает различать. Вот это развлечение пуршана предполагает, что ты для каждого действия понимаешь, зачем ты его делаешь. Не просто пастишься, не просто бьешь поклоны, не просто плетешь корзину, не просто занимаешься ручным трудом. Неоднократно мистики говорят, что если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, ты не достигнешь успеха. И говорят о том, что многие вообще ошибаются, думая, что смысл жизни монаха или христианина состоит во всех этих обрядах и действиях, если они не понимают зачем, то они не смогут осуществить, не смогут достичь цели. Подождите, а что значит зачем? Какие KPI здесь могут быть? Вот я не просто бью поклоны, потому что так надо, а я, вот мы об этом говорили в пятом подкасте, когда я совершаю регулярно повторяющиеся действия, задаю ритм, я приучаю раздражительную силу своей души, и я приобретаю навык, который позволяет мне быть с одной стороны спокойным, с другой стороны упорным в достижении цели, иногда я сам понимаю, что я достиг какого-то состояния, я про себя этого не могу сказать, когда некий гипотетический я. Исаак Серин так и говорит, пусть для тебя будет знаком, что ты достиг ясности, когда ты думаешь о всех людях и твое сердце пылает любовью, источаются слезы, то есть он дает знак, если угодно дает способ проверить результат, чтобы уже не говорить слово KPI, что ты этого достиг. Иногда бывает так, что человек не может сам про себя сказать, что я достиг совершенства, но подразумевается, что есть наставники, есть братья, которые смогут тебе это подсказать, которые смогут тебя направить. Да, братья помогают в этом смысле. Хорошо, это мне становится понятно, а что испытывает мистик, который, представим себе такую совершенно невероятную картину, что испытывал бы мистик, листая ленту Инстаграма, полную фотографии из потрясающих мест, в которых побывали его приятели, знакомые, или вкусной еды, в общем, какой-то счастливой, успешной, удачливой жизни. Ну, знаете, наверное, Иоанн Дальяцкий, который был таким самым пылким, пламенным в изложении своих переживаний и откровений, он бы, наверное, это прямо сказал, что он уже побывал на небесной горе Сион и в небесном Иерусалиме, поэтому ему уже никакими местами его уже не удивишь. Но если брать пример человека, который еще не достиг того состояния, о котором писал Иоанн Дальяцкий, то я думаю, что такой начинающий мистик вспомнил бы тексты Исаака Сирина. И вот Исаак Сирин говорит, что Бог задумал мир таким, что он на данном этапе имеет склонность и имеет неравенство. Неравенство – это данность. Созерцай эту данность. Но критерий твоего успеха – это увидеть за всем этим многообразием мира одну главную первопричину, к которой ты стремишься. Другими словами, увидев прекрасные места, увидев примеры успешных карьер, увидев примеры каких-то читаемых широко произведений, ну и так дальше, увидев примеры людей, прославляемых всеми, мистик за всем этим многообразием увидел бы то главное, к чему устремлен весь мир и достижение чего он и считает своим успехом. Достижение чего он и считает своей жемчужиной, ради которой он все оставил. То есть, мистик увидел бы в этом некоторое общее дело и просто порадовался бы. Так выходит? Можно сказать и так. Он увидел бы общее дело всего творения, которое идет своим путем. Если же он пока что еще не готов искренне порадоваться за них, то во всяком случае для любого мистика было очевидно, что когда он остается один на один с тем, что приносит его счастье, зависть, мысли о других или учет мнений других неизбежно отступает. Знаете, я как-то вот читал текстов Немарана, как я сказал, Немаран писал загадками для своих учеников, не столько, чтобы скрыться, сколько, чтобы их научить. И он там говорит, что есть телесное видение, есть духовное видение. И в духовном видении есть такое, которое бесконечно, и есть такое, которое конечное. Имеется в виду, что видение Бога, оно бесконечно, самого человека делает бесконечным. И знаете, я как-то вдруг неожиданно это актуализировалось в моей собственной жизни, когда я мысленно стал спорить с одним переводчиком сирийского, что он понял нечто не так. Я вдруг испытал, что во мне проявлял какой-то гнев, и вдруг я понял, что я пытаюсь что-то заявить, что-то доказать, и на самом деле этот перевод сирийского, занятие конкретное, вот эта вот научная сфера, это просто одна миллиардная доля из всех видов занятий, которыми человек может заниматься. Какое вообще имеет значение, что думает один из представителей этого занятия. Я вдруг почувствовал себя глубоко конечным и ограниченным. Но когда я остаюсь с текстом один на один, или точнее, когда я думаю не о том, что мой коллега перевел или не перевел, а когда я смотрю в текст и вижу перед ним эту красоту, я не чувствую ничего остального. Меня это наполняет, я понимаю, насколько это значимо. Прекрасно. То есть, хотя миссиски говорили и об ином опыте, но я вдруг почувствовал, что такое иметь бесконечное видение и конечное. Пусть Эвне Баран говорил про другое, но я на своем примере смог некое подобие этого пережить. И вот мистики этому учат думать о цели, а не о том, как получается у другого, о цели, а не о том, что думает иные. То есть, полностью отдаться тому, что приносит тебе счастье, не думая о том, как достичь успеха, как кого-то перегнать, а думая только о том, что тебе приносит счастье. Потому что мистики ведь ровно этим же и занялись. Прекрасно. Вот это я, пожалуй, буду, несмотря на все дисклеймеры, использовать в домашних условиях. И еще, согласитесь, что это очень похоже на классический текст стихотворения Пастернака, в котором он говорит, быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. И дальше, но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь в пространство, услышать будущего зов. Это буквально пересказ того, что вы сказали. Да, это потрясающе звучит. У Пастернака есть еще одно стихотворение, которое можно в связи с сирийскими мистиками вспомнить, как мелкие жизни наши споры, где он говорит, что важно уступить высшему началу, чтобы оно тебя победило, чтобы расти ему в ответ. Да, тоже очень красиво. При этом, и это тоже очевидно для многих, и об этом много кто говорит и пишет, когда человек стремится именно к тому, что он любит, часто бывает так, что ему сопутствует успех. Иногда, как в случае с Марком, этот успех может прийти посмертно, а бывает так, что он приходится прижизненным, но он как бы идет вслед, а не потому, что человек стремится к этому. И у сирийских мистиков, как ни странно, такое тоже было, вполне человеческий успех. То, что Афнеморана выгнали с позором из его монастыря, но он основал новый монастырь, а его ученики еще новые монастыри, это же и по обычным мирским меркам это успех создать свою общину, своих последователей, которые будут передавать твое учение. Иоанн Дальядский, который жил в горах несколько десятилетий, в полном одиночестве, по человеческим меркам совершенно ничем значим там не занимался. Но помимо того, что его тексты стали распространяться, он же жил в горном массиве Дальято, это означает лозы, отсюда его прозвище, и когда он стал совсем немощным, он вернулся в горы Карду поближе к своему первоначальному монастырю, где он жил, потому что уже было тяжело жить самостоятельно. И, как говорит Роберт Бюле, он не смог избежать последствий этого соседства. Тут же вокруг него собрались монахи и основали новый монастырь. То есть старый человек, который назывался свиньей из самоуничижения, не считаясь чем-то значимым, который писал восторженные письма, сменяет место обитания, и тут же вокруг него возникает монастырь. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Вот что Иоанну Дальяцкому мог бы сказать по странам. Можно сказать и так, да. Вы знаете, Максим, я думаю, что это, может быть, самый неожиданный ответ на вопрос нашего слушателя, как пережить бессмысленный труд, который в результате самого отвечания на этот вопрос выясняется, что, может быть, этот труд не настолько бессмысленный. Да. Я бы хотел, чтобы этот выпуск нашего подкаста ждал успех во всех возможных и невозможных смыслах слова, поэтому прошу всех наших слушателей поставить нам великолепные оценки в разных доступных вам приложениях, рассказать о нас своим ученикам, родителям, знакомым и всем, кого вы встретите на своем жизненном пути. И главное, здесь хочется сказать что-то бодрящее, но мы не коучи, поэтому просто скажем верьте в себя. Полностью согласен и мне кажется, что понимание человека у сирийских мистиков это как раз просто невыразимая вера в себя, как в человека. Нам осталось сделать один необычный дисклеймер. Дело в том, что, как, наверное, вы могли заметить, в этом выпуске не раз упоминаются песни группы Джокер Джеймс. Алексей Пономарев, лидер группы и автор этих песен, а по случайному совместительству еще и редактор Розамаса и редактор и звукорежиссер этого подкаста, был категорически против использования этих материалов в сегодняшнем выпуске, но мы с Максимом надеемся, что он не вырежет все эти упоминания из финальной версии подкаста, потому что они здесь как никогда кстати. И в конце концов, это тоже имеет отношение к честно заслуженному успеху. Да, мы с вами, Филипп, поступили, как тот самый безымянный брат Эндальяц, вставив против воли тексты, которые он хотел зашифровать и оставить только для самых близких. Прекрасно. Ну что ж, осталось поблагодарить всех тех, без кого вся эта история была бы совершенно невозможна, а именно расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Юлию Гизатулину, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, продюсера Лизу Марантиди, редактора и звукорежиссера этого подкаста Алексея Пономарева и группу Джокер Джеймс. До скорого! You will be a hero, guys Пусть наши имена На завтра выучит страна А крови цветой водой Нас батюшка внизу Смахну в церезу Я цветал до звезд И снова подолка Грустный космонавт Геннадий подолка Сколько можно Этот камень вверх толкать К небу, что едва ли Выше потолка Грустный космонавт Грустный космонавт Грустный космонавт Грустный космонавт Грустный космонавт